Разбил ультрамарин, розовенькая, охра и более-менее сильный разбил. Там дорожка совсем ровно поднимается, но лучше, чтобы она все-таки искривилась чуть-чуть. Продолжение следует... После небольшого бугорка... То есть она нырнула туда и вынырнула как бы чуть сбоку. И создался зигзаг уползающий. А зигзаг уползающий, змейка уползающая... Это всегда эффект ухода в пространство. То есть мы сразу даем выразительное чтение в картине этого пространства. И солнышко у нас будет не прямо над ним, а чуть сбоку. Что тоже композиционно будет получше. Белила. Так, хорошо, хорошо. Снова это изумрудная, охра, краснота, но в пользу изумрудной и с хорошим разбилом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но степень разбила... Здесь лучше не ошибаться. Степень темности отметить для себя. Причем, если вы приблизите экран, вам покажется степень темности, светлости очень высокая. Поэтому берегитесь, не перепутайте. То есть, смотрите, прежде всего, общо. То есть, на крупном... Ну, в смысле, без приближения сначала посмотрите степень темности. А потом уже, если что, приблизите. Я степень темности определяю достаточно легко, поэтому я уже приблизил. А вы должны сначала эту степень темности отметить для себя. Степень светлости или темности, ну, светлости, конечно, дорожки тоже мигает. То она зажигается светлостью, то она теряет свою напряженность тональную. В том числе, смотрите, дорожка такими обрывочными линиями где-то даже движется. То есть, недотоптанная. Таким. Ахэхэхэхэ. Кроме цвета пыли, конечно, в дорожке немножко имеются рефлексы неба, хотя и небо у нас цвета пыли, но все-таки легкую голубизну тоже можно добавлять. Вот голубая королевская, она вполне может участвовать. Однородность не надо допускать. Вот она у меня, эта тропиночка, то чуть светлее, ну даже выбеленная ее часть, то чуть светлее, то чуть темнее. Вот так вот. Вот так вот. В желтый влез. Вот так вот. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Все бугорки имеют спинкоподобный вид. То есть не провисающий, а именно спинкоподобный. Так как если бы бегемотики из воды торчали своими спинками, вот такой имеет вид. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сухие торчалки... Сухие торчалки... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, собственно, и всё. Желаю вам удачи. На мой взгляд, задача удобная, приятная и, конечно, будет нравиться очень многим. Я думаю, даже новичок более или менее сделает что-то приличное. Не такая уж она изощрённая. Она полюбленная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...